Приветствую вас. Я думаю, что дело здесь не в том, что вы гомосексуалисты или то, что вы хотите там интимной близости с мужчинами, а дело здесь немножко в другом. Мне кажется, что дело в том, что вы хотите быть этим самым накачанным парнем, а дело в том, что вы хотите быть сильным, вы завидуете мужчинам накачанным, вот, и мне кажется, что вас восхищает накачанное мужское тело, просто восхищает. И тот способ, которым вы можете выразить свое восхищение, да, тот способ именно, ну, он вот такой, с этой эрекцией. И мне кажется, что именно о гомосексуализме это не говорит. Мне кажется, что он вам нужно просто определить для себя для начала, что вообще для вас значит, а то, что, ну, то, что накачанная мужчина, да, то есть вот почему вы вообще в Инстаграме, например, это смотрите, зачем? Вы же хотите, скорее всего, вы хотите быть таким, скорее всего, вы хотите быть таким, вот. В некотором смысле ответ для ребенка это эталон. Это эталон. И эталон, в первую очередь, чего? Эталон мужественности. Эталон силы. Эталон, так же, делаем, мужского поведения. А у вас, у нас, если вот, ну, если вы росли без отца и только с мамой, что у вас ничего такого не было, ничего такого не было. И, в общем-то, вполне гармонично, вполне вероятно, что, вот, подобное, то, что вы чувствуете, то, что вы испытываете, и, собственно, связано, скрас, с тем, что вы хотите чувствовать себя. Так сказать, приобщенным к чему-то мужскому. Приобщенным к чему-то мужеству. Приобщенным к чему-то важному. Вот. Мне видится, мне видится, ситуация такая, ситуация такая. Мне видится момент, мне видится именно, именно такой. И я не сказал бы, не стал бы говорить, что у вас сразу, что у вас, там, гомосексуализм или что-то еще. Вот. Ни в коем случае не стал бы это говорить, потому что возбуждать, вызывать эрекцию могут какие-то явления, но о гомосексуализме это не говорят. Так что, не бойтесь, если вы не чувствуете именно сексуального влечения к мужчинам, да, то вы ни в коем случае не гомосексуализм. С другой стороны, с другой стороны, то, что вы стремитесь к мужчинам, то, что вы стремитесь к чему-то мужскому, это нормально. Силы того, что у вас не было отца и мать, соответственно, ну, мать, она не пригносила вас мужком. Вот. С этого у них там мысли, это нормально. Вот. Ну, относиться к этому не только адекватно. Вот. И, в принципе, все. Вопрос, на самом деле, больше вызывает, больше вопросов и больше тревоги вызывает тот момент, что вам, как вы говорите, стыдно за свое поведение. Вот вы видите, что присутствует злость на мужчин, да. Вот. Откуда злость на мужчин присутствует? Почему злость на мужчин присутствует? Говорите, вам не оказывается извращенцами, извращенцами в чем. Не то ли это, что хочется вам, но то, что вы себе запрещаете. Вот. Все это нужно прорабатывать. Откуда злость? В поводу того, надо ли это прекращать, нет, не надо. Надо это прекращать. Просто вам нужно продолжить глубже проработать то, что вы хотите. Глубже проработать свое желание. Увидеть его. Увидеть, что за ним действительно стоит, что за ним действительно скрывает. Вот. Прекращать, в любом случае, не надо. Ну, а со злостью на мужчины с тем, что вы считаете извращенцами, это нужно разбираться там и что. Вот. Так как сейчас, это скорее больше не понятно, чем понятно. Так. Это свое состояние. Крестивые мне очень стыдно. А чего стыдно? Собственно. Вот. Чувство стыда – это обвинение. Вот. Чувство стыда – это обвинение. Если вы берёте, вы взялись с ней и с себя примете. Но зачем? То есть условно, что плохого вы сделали? За что себя скрываете? Вы считаете, что обязательно мужчина должен быть вот женщиной? Нет, это не так. Мужина может быть спьём угорной, если он захочет. То есть вы себя искусственно вогнали в рамки, как мне видится. Это неприемлемо. Неприемлемо гонять себя в рамки. Знаете, какая штука. Если вы это сделали, если вы это сделали, если вы вогнали себя в рамки, то вам из них нужно выходить. Я предполагаю, что дело здесь в том, что ваша мама, она ждёт от вас того, что вы будете сфильным мужчиной. То есть, грубо говоря, стыд проистекает из неких таких ожиданий, из неких ожиданий, ну, кого-то из вашего окружения. И ощущение, что я, например, там не оправдаю эти ожидания. Знаете, какая штука. Вот. То есть, ну, тут же вся тонкость в том, что вы не должны вообще оправдывать. Вообще говоря. Оправдывать. Ожидания. Знаете. То есть, вот, в принципе, такой, мне кажется, ответ. вам можно дать. Вот. И, соответственно, значит, ну, нужно всё-таки поработать над злостью вашей. Над тем, кто вы считаете мужчиной-изращенцем и над вашим стыдом, который мешает вам сейчас на данный момент. мешает чувствовать себя свободным. Вот. Мешает реализовывать себя, мне же мешает быть самим собой, по сути. Вот. Так что обращайтесь за личной консультацией к любому эксперту, который вам понравится, и будем разбираться. вот. Что из этого получится, да, это уже вопрос. Это серьёзный вопрос, что из этого получится. Я так думаю, что вы просто для себя увидите, что вам хочется, вот, достигнете этого, и всё. Мне видится так. Ну, мне, по крайней мере, вот так, вот так видится. Такой мне видится тоже ситуация. На этом всё. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и не нагручивайте себя. Надеюсь, ваша ситуация разрешится. Поехали. Удачи.